При подборе поющей чаши мы рекомендуем получить квалифицированную консультацию, какой стик будет эффективным при практике с вашей чашей. Если у вас появилась чаша небольшого диаметра, допустим 13 см, то вам могут предложить деревянный стик без кожаной основы. На наш взгляд это недостаточно хороший стик, потому что при вращении мы слышим посторонние звуки. Теперь мы рекомендуем к такой чаше приобрести стик диаметром 2,5 см, покрытый кожаной основой. Если ваша чаша большего диаметра, допустим 25 или 26 см, то маленький стик вам уже не подойдет и мы рекомендуем пользоваться стиком диаметром 3,5-4,5 см. При вращении чаша будет очень хорошо отзываться. Если вам понадобится получить эффект кипящей воды, или правильно сказать кавитации, то вы это сделаете очень легко. Если бы у меня был маленький стик без замшевой основы, то выполнить этот элемент практики мне было бы намного сложнее. Для чего же можно использовать деревянный стик? Один из вариантов, что мы видели, это при вращении колокола можно получить высокочастотный звук. Поговорим о гонг-стиках. Гонг-стики используются для ударной техники, если вы выполняете массаж и наносите атаки в край стенки чаши. Мы рекомендуем пользоваться стиками разного диаметра и разного веса. Неправильно, если вы используете только один стик. Стик более легкий даст высокочастотную волну. Стик среднего диаметра даст больше обертонов, частота станет ниже. Стик большого диаметра даст максимальную амплитуду колебаний стенок. Опять же, не каждый большой стик подойдет к чаше. Если вы работаете с маленькой чашей диаметром 13 см, то гонг-стики вам не нужны. Это очень важный вопрос, подобрать к своей чаше правильные стики. Обращайтесь к специалистам, которые грамотно могут вам посоветовать, какой стик лучше выбрать. В этом случае, от практики, вы будете получать нужные эффекты и хорошее состояние и настроение. Успехов! Субтитры создавал DimaTorzok